О, как много их на полях, и каждый цветет по-своему, в этом высший подвиг цветка. Сегодня я опять летала во сне. Мне так легко и радостно парить над землей. Я, наверное, не очень боюсь смерти, потому что так сильно хочу увидеть небеса и куда уходят бессмертные души людей. А самое любимое у меня – рисовать сказки. В них я стараюсь выразить огромное пламя радости и любви своего детства, его мечты и грезы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Семкин Корректор А.Егорова отдыхала. Я ночевала, дневала на кладбище. Каждый божный день, так поднялась, а так туда. И уже иду, и иду, с ней разговариваю, что дочка, я иду, иду к тебе, не думай, что я тебя забыла, я иду к тебе. Я жила, только ей и тела, только ей. А теперь все, я села, ни туда, ни сюда, без ней. КОНЕЦ Она ж писала зубами, рисовала картины зубами. Я понял, какой это колоссальный труд, и большая боль. Вот Андрюша, когда услышал вначале о ней, он просто не поверил, что это можно так рисовать зубами. Он пошел навстречу к ней, да, и она его, конечно, просто покорила. КОНЕЦ Вот она сидела в коляске, белая шаль обрамляла ее красивое одухотворенное лицо, на котором необыкновенным светом лучились ее большие дивные глаза. И какие-то труднообъяснимые живительные токи исходили от нее. Это Андрюша писал. Любовь Николаевна по приглашению спецшколы интерната 17 приехала из Симферополя в Москву со своими работами. Она с удовольствием согласилась, с удовольствием. Она говорит, посмотрю Москву, мама и умирать согласна. Нам давали автобусик маленький, и по всей Москве все уголки объездили, везде-всюда объездили на ВДНХ были с ней. И вот там какое-то кино такое круглое, как кумпол. И там мы были. А что там за кино, не знаете, и там мы были. Машины идут, идут, вот так вот в сторону прячемся. Она говорит, мама, да это же кино, говорит, идет. Когда он увидел, как она рисовала, ему уже, конечно, стало стыдно за слабость без боли. Ну, это не надо, да. Я думаю, главное рассказать о Любочке, а не о себе. Ну, дело в том, что у нас так перекликается ее встреча, ее судьба с Андрушиной. Они стали переписываться. Много писем Андруша писал ей, она ему. Она писала письма зубами. Ну, она переписывалась с многими с мальчиками, очень с многими. Ну, такого, чтоб у них было. Вот с Андрюшей у них откровенность была. Да, с Андрюшей была откровенность. Андрей, рождение мое было на Урале, в Свердловске. Папа и мама простые рабочие люди. В 52-м году, когда я родилась, была вспышка полиомелита. Бесследно это не прошло. По совету врачей мы переехали в Крым, в Симферополь. В школе увлекалась английским. Мечтала стать переводчицей. Еще мне нравилось придумывать костюмы. С самого детства очень любила рисовать. Болезнь моя прогрессировала. Ни у кого не было сил остановить ее, потому что тогда не знали, как лечить. Бедная моя мама. Сколько она башмаков сбила в бесконечных хождениях по врачам разных городов. Но бесполезно. И все же то было замечательное время. Я стояла еще тогда на своих ногах. Я слышала шум дождя по асфальту. Я видела море. Коварная болезнь все же победила меня, прикав навсегда к постели. Полностью парализовала руки, ноги, позвоночник. Было мне тогда 11 лет. Музыка. Музыка. И днем, и ночью с ней, как только ляжет, мама, положи ножку, или переверни ножку, или вот ручку меня так подвинь. А соседи говорили, сдай ты ее в дом в инвалидности. Я говорю, да, спасибо за такой совет. Я была в смятении, но как смириться с неподвижностью? На помощь опять пришла мама. У тебя есть еще и голова, нужно закончить школу. Начались долгие трудные годы домашней учебы. Я заново училась писать буквы и слова, держа ручку и карандаши зубами. Еще в школе учителя заметили способность к рисованию. Рискнула послать работы в Народный университет искусств. Но представь, Андрей, обыкновенную девку, которой бы вдруг поручили танцевать партию Жизели. Такое чувство было и у меня, когда пришло первое без каких-либо пояснений задание из Москвы. Законов живописи я не знала, рисовала, как придется, а тут натюрморт. И посоветоваться не с кем. Выручила опять же мама. Она бегала по выставкам, смотрела, слушала, потом сравнивала и рвала неудачные работы. Пришла я с выставки, посмотрела, ага, Люба, это не пойдет работа. Уже совсем-то неправильно делаешь. Ну как неправильно? Неправильно. Ты поняла меня? Мам, ну я не понимаю, ну сколько сделано. Не понимаешь, сейчас беру работу, ров, 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 всю взяла и порвала ее работу. Все, полетела работа. Ну она заплакала, конечно. Она заплакала и все, и все, и мать тут же стоит плачет. Она плачет, и мать плачет. Конечно, обидно ей, ей и матери обидно. Плачет. Я говорю, дочка, ну, а потом уже с папой говорю, ну ты права ли я права? Мама, ну я понимаю, что ты права, но ты понимаешь, сколько трудностей тут было. Когда вот жадину сделала, ну что, мама, будешь рвать? Я говорю, нет, это я не буду рвать. Это мне нравится, коротяна. Когда понесла на выставку, так что, конечно. Но отдайте она мне, отдайте эту работу. Я говорю, нет, это покуда я умру, будет у меня. Она твела, можно сказать, работала и твела. Ну я ее все, да, поднимала утром, собирала, одевала корсет такой жесткий, очень жесткий, весь на пластинках, на железных был, привязывала к батареям ее, чтобы она не падала в таком положении, но все время находилась. И она почти что в круглые сутки, где-то час-два, например, дремя, теперь мама, поднимай меня, поднимай, давай я работать буду. Иногда одолевали сомнения, захлёстывали волной безнадежности. Кому нужно все, что я делаю? Мучаясь и мучая других. А тут еще стали требовать работы с натуры. И тогда, за полгода до окончания, я написала, что прикована к постели и учиться больше не могу. До этого там не знали о моей болезни. В общем, там оказались добрые люди, и все уладилось. КОНЕЦ Формат большой. Она переворачивала. На одну сторону нарисует, перевернет. На другую сторону нарисует, перевернет. Третью рисует, перевернет. Вверх ногами получалось, и все нормально. Как будто так и надо. Это для рисования, чтобы подальше от глаз было. Понимаете, вот так вот. Она дрова, вот так порешала. А иначе нельзя было. Да, вот этот инструмент мы приделывали ей. Карандаш или кисть, или ручку уставляли сюда. Она уже все палки поперегрызла, все переломала. Тут чем только мы не обматывали, что только мы не делали. Она все прогрызала. Зубу ей почти что не стало. В последнее время она не могла ртом сжать, и ей было очень больно уже. Тут же надавлено, дясно, все ей было очень больно. Она даже не могла рта открыть, хлеба в рот положить. Ну, это подвиг ее просто беспредельный. Вот в нашей жизни мы столкнулись с девушкой святой. Вот Бог ее обделил, но она настолько была полна любви, она настолько принесла много счастья другим людям. И в моей жизни она промелькнула яркой звездой. Очень многое она дала моему сыну Андрею. Он стал человек тоже творчества. Ну, Андрюша пишет пьесы, и сценарии пишет. Андрюша Пекарский. Молодец. Дай Бог ему здоровья, силы воли дай Бог ему. Буду молиться за его день и ночь. До самой смерти буду любить. Так как своего дитя, так и его. Это мое дитя тоже. Милый Андрей, нас коснуло счастливым крылом природы, да, в жизнь. Мы видели свет. Мы видели этот потрясающий мир. А что живем не как все, то это испытание Бога. Будем держаться до конца. Сегодня я увидела в окно первый одуванчик весны. Ему действительно нет никаких дел до политики и денежных расчетов. И ручеек, и море, и река, и бабочка, и муравей, и ветер. Все для радости человека. И еще я знаю, что земля живая, и у нее есть сердце. А человек забывает об этом, и она страдает. Люди перестали слышать, как растет трава, и как дышит ангел. Мне приснился сон. Все беленькие ангели летают. А я так остораниваюсь, остораниваюсь, остораниваюсь. Так вот, и это, не затронуть их. Аня говорит, мать, что вы ищете? А я говорю, я ищу главного. Аня говорит, а мы все главные. Что вы хотите? А я хочу спросить у главного, выздоровеет моя Люба или нет? Аня гуртом говорит, нет, Богу так суждено. Он выбирает, всех выбирает, которые суждены Богом. А которая такая, говорит, гадость, он не возьмет, говорит. И все, я тогда поняла, что я потеряю ее и потеряла мужа. Она воскреснет. Она же, говорит, я когда вот мама другой раз спил, я летаю во сне. Я летаю, говорит, во сне. Меня, говорит, так радостно, говорит, я прямо готова подняться, вот, говорит, сейчас полететь. И действительно, когда она помирала, то она вот я вот так вот подняла ручонки. Так вот смехнулась. И раз, раз, и второй раз. И все, и головку раз, на бок. И готова. С улыбкой умерла. И поднялась я на небеса. Я приду к тебе, мамочка, не плачь. Я приду к тебе, Андрей. Все исцелится. Смерть – лишь начало новой чудесной жизни. Смерть – лишь начало новой чудесной жизни. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ